Слава Украине! Привет всем от Полонского! Бавовна! Точнее, сама Бавовна! Ребята, только что Рашистский панцирь С завалил свой собственный вертолет Ка-29 Ка-29 4,02 Рашиста Ну, это просто праздник, это святое касть для нас Давайте разберемся, что там произошло Прежде всего, это в районе Анапы произошло, Черное море И как это работает? Смотрите, вот эти вертолеты Ка-29 Рашисты используют для поиска и нейтрализации наших бэков, безэкипажных катеров, ну или надводных дронов, скажем так Они их отслеживают и пытаются их уничтожить Но тут же начинается, наши что же не лыком шиты, и в принципе, то, что я сейчас скажу, это хорошо известная вещь для военных с двух сторон, поэтому никого секрета здесь нет, просто как говорится, мы это используем постоянно То, что я сейчас скажу. Рашисты об этом знают, ничего с этим сделать не могут, кстати Они сами об этом пишут, поэтому это сведения из Рашистских пабликов. Значит, смотрите, что получается, когда идут наши вот эти вот безэкипажные катера, то есть наши надводные дроны то они не идут, они обычно не идут сами, а с ними еще что-то летит Или же имитация цели или же, соответственно цель настоящая, то есть может лететь ракета, может лететь там парочка, скажите мне беспилотничков, вот Но что-то их сопровождает наши надводные дроны Получается такая картина. Для того, чтобы уничтожить наш надводный дрон Рашисты поднимают что? Правильно, авиацию вертолеты, самолеты Но начинается большая проблема у них Почему? У них неважная система свой-чужой. Вот сейчас, сказать, опять Маху дала система свой-чужой и швакнули свой вертолет Это уже не первый раз Один из вот этих двух последних А-50, которые были сбиты Один швакнули, так и они тоже свой-чужой. Там много раз Они, по-моему, Су-24 свой над Крымом сбивали. Там много раз это повторялось Вот, и вот сегодня то же самое только что Но, поскольку в воздухе находятся наши наши ракеты, либо наши дроны и так далее, то начинает отрабатывать что? Их ПВО А в воздухе уже находится для того, чтобы уничтожить наши безэкипажные катаря уже находятся их вертолеты в данном случае. Ну, а поскольку у них система свой-чужой Ну, российская электроника, ребята Что вам дальше говорить? Ну, вот такая она, какая есть То очень часто сплошь и рядом они принимают свой собственный вертолет за наш тот же самый беспилотник Лусь, и его нету Ну, это выглядит как-то так, да То есть, в принципе, комбинированная атака очень часто приносит результат Особенно, когда имеешь дело с противником у кого, который пользуется российской электроникой Ну, или электроникой, которую он наковырял со стиральных машинок там, еще что-нибудь, с блендеров и так далее С трофейных, да? Ну, вот, собственно, как-то вот так вот это все выглядит Значит, сбили свой вертолет в очередной раз Был там наш беспилотный этот корабль Или лодка, точнее, это, да? Типа малюк Си-бэби, как мы его называем Или не было Это уже останется никому неизвестным Или у страха просто глаза великие Или там рыбаки их собственные проехали на моторке А кому-то привиделся наш безэкипажный катер История об этом умалчивает Самое главное другое Что система свой-чужой у них никуда не годится И они только что шлепнули очередной свой вертолет Ну, и стоит такой вертолет порядка, по-моему, 16-20 миллионов долларов Ну, это так На секундочку Дело даже не в деньгах Дело в том, что в отсутствии электроники нормальной Сделать новый такой вертолет Это большая проблема То есть, они их сейчас выпускают там По штуке, по две штуки в год Это, чтобы вы понимали Насколько вот это вот ценная отработка Так что, ребятки Не просто обовована А сам обовована И, кстати, можно его записывать В наши Сдобутя, да? Вот этот список, который я вам даю Наша любимая рубрика Просто потому, что Вот это сбитие Это результат комплексной работы Различных наших систем Поэтому В результате этой комплексной работы Рашисты, пользующиеся Рашистской электроникой Сбили очередной свой Воздушный пепелац Поэтому это 100% Как говорится Заслуга Наших доблестных Как моряков Так и Повитранных ссыл Сабуды Украина Продолжение следует...